Раз, два, три, четыре, пять. Тоша выйдет погулять. Он сам. Всё, Тоша готов гулять. Ну что, пойдём на ручку? Моя птичка, поздоровайся. Ой, птичка хочет сидеть на плече. Тошенька, а кто будет здороваться? Тоша. О, его любимое место. Я специально здесь поставила настольную лампу. Так, он летит на меня. Я специально здесь поставила настольную лампу, потому что Тошка любит на ней сидеть. Тош, не надо на меня. Давай с тобой пообщаемся. Давай. Какая Тоша, птичка? Хорошая. Сейчас Тоша сделает пару. Отлично. Расскажу вам историю сегодня, как я выбирала Тошу и как вообще выбрать поправильно попугая мальчика, девочку и чтобы эта птичка была молодой. Первое, с чего я начала, это поехала на зоорынок, который у нас в Минске находится в Ждановичах, посмотреть птичек. Птичек там действительно много. Продавцы красиво вам про них рассказывают. Всё классно. Но после слов продавца, что если мой мальчик через полгода снесёт яйцо, то есть окажется девочкой, он мне его поменяет. Честно, я смутилась. Потому что, к слову, именно в детстве у меня так и было. Мы купили попугая белой карелы, назвали Гоша, а через полгода наш Гоша снес яйцо. И после этого он у нас был Гера. Позвонили продавцу, он сказал, привозите, поменяем вам вашу птичку. Ну, видимо, на это и расчёт. Как уже повезёшь через полгода птичку обратно, когда ты к ней привык. Вернувшись домой, я начала изучать информацию в интернете и определила, что мне нужна именно синяя птичка. И я хотела сама научиться отличать пол попугая, чтобы, опять же, мне не продали мальчика, который через полгода снесёт яйцо. Для попугаев пол определяет по восковице. И в моём случае для синего молодого попугая она должна быть фиолетовой. Тоша, сидит у меня на голове. Восковица должна быть фиолетовой, а вокруг ноздрей есть такие белые, еле заметные круги. Эти круги должны быть прерывистыми, они не должны быть сплошными. Далее мне нужна была молодая птица. А молодая птица, это у которой глазки ещё полностью чёрненькие, нет белой радужки, во-первых. А во-вторых, самая молодая птица имеет чёрный клюв. Их ещё называют черноклювиками. И ещё у птички шапочка появляется позже, после линьки. Видите, как у моего Тошика? У него ещё рисунок идёт прямо от клювика, от роговицы идёт рисунок. Шапочки в данный момент нет, потому что это молодая птичка. А после линьки, попозже, у него появится беленькая шапка. Уже вооружившись этими знаниями, я начала искать объявления в интернете. Заводчиков на самом деле у нас в Минске много. Я вела с ними переписку в Вайбере, они мне присылали фотографии, то есть возможные варианты птичек. Но черноклювиков среди них не было. И тогда я решила, что, видимо, сейчас не время или не судьба, надо отпустить эту ситуацию, попозже куплю попугая. И именно после этих мыслей, как часто в жизни и бывает, когда отпустишь, оно и приходит, в Вайбере мне прислали фотографию молодого синего птенца с черным клювиком. У меня был только один вопрос. Когда я могу его посмотреть? В этот же вечер я поехала к заводчику и забронировала птичку. Сразу забрать я его не могла, потому что ни клетки, ни корма у меня вообще для попугая ничего не было. И еще пару дней я занималась тем, что покупала для него все необходимое. И уже в понедельник, 26 августа, мы забрали нашего Томашу домой. О том, как мы ехали за Тошей, и о том, как он проводит свой самый первый час у нас дома, есть видео на канале, вы можете его посмотреть. Подписывайтесь на наш канал, и вы увидите еще очень много интересных видео. Тоша кушает свою травку. Ну что, Тоша, скажи всем пока-пока! Пока-пока! До скорых встреч!